Генеральный партнер программы «Середина земли» – сеть удобных магазинов «Титан». Главное не машина, главное – водитель. В Чите прошел первый этап первенства Сибири по картингу. Подробности смотрите в международной программе «Середина земли». В общеобразовательных школах Монголии успешно реализуют программу по предоставлению образования по изобразительному искусству. Подробности в «Середине земли». Здравствуйте! В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». Жителям Бурятия о новостях при Ангарии расскажу я, Галина Тюрнева и журналисты из Иркутской области. Второй этап выборов губернатора при Ангарии завершился победой Сергея Левченко. Избранный губернатор Иркутской области официально вступит в должность после подписания итогового протокола выборов. Сама регистрация избранного главы пройдет 2 октября. О ходе голосования расскажем далее. Исторический момент в облазберкоме подводят итоги второго тура досрочных выборов губернатора при Ангарии. Зафиксирована рекордно высокая явка в новейшей истории Иркутской области. Проголосовало больше 37% избирателей. Наибольшую активность проявили Боиндаевский район, Черемхово, Свирск. Самые низкие показатели в Устилимском районе, Ангарске и Братске. В областном центре явка была не просто высокой, беспрецедентной – почти 41%. Мы все отмечали, что на выборы ходить надо, что еще ничего не решено, что ваш голос будет решающим, если вы придете на эти выборы. И избиратели нас услышали. Если говорить о том, сколько же все-таки пришло у нас избирателей на избирательные участки в Иркутской области, на досрочных выборах губернатора, то эта цифра составляет почти 700 тысяч избирателей. Еще один рекорд по количеству наблюдателей на участках. Их было 5200 человек. В день голосования в избирательную комиссию было направлено 29 официальных обращений с жалобами на незаконную агитацию, подкуп, подвоз избирателей и нарушение порядка голосования. Часть претензий разбирали сразу на месте, часть теперь на рассмотрение в правоохранительных органах региона. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме. При этом каких-либо серьезных нарушений, которые могли повлиять на ход голосования, либо его результатов, допущено не было. В свою очередь, Главное управление МВД России по Иркутской области и его территориальные подразделения на районном уровне обеспечили своевременное реагирование на все поступающие заявления и жалобы граждан. По всем без исключения фактам проведены, либо в настоящее время проводятся всесторонние проверки, по результатам которых действиям будут даны соответствующие правовые решения. Итог. 56,39% жителей Иркутской области проголосовали за Сергея Левченко. В Приангарии новый губернатор. Официально его утвердят 30 сентября, когда в область Бирком из районов поступят все протоколы. После чего Сергей Левченко должен будет сложить в себя полномочия депутата Государственной думы. Инаугурация состоится в первых числах октября. С точки зрения законов Иркутской области у нас есть большая задача довести до ума законодательство по поводу правительства Иркутской области. Там есть подготовлены несколько предложений, поправок, которые нужно выносить на ближайшее заседание законодательного собрания. И постараюсь, ну по крайней мере, первое время быть на сессии законодательного собрания. Считаю, что губернатору на сессии законодательного собрания желательно быть как можно больше и как можно чаще. Для того, чтобы лучше понимать, какие вопросы ставятся депутатами разных фракций. Сергея Ироченко во втором туре поддержали почти 41,5% избирателей. Он благодарит всех, кто ему верит, и всех, кто был рядом. Я сделал все, что мог. На сегодняшний день я могу честно сказать, что все 3,5 года я не просто работал, я жил ежечасно тем, что я хотел сделать. Ну, может быть, я не все сделал, я понимаю это. Но то, что я сделал все, что мог, это абсолютно точно. И мне, вот оценивая 3,5 года, мне трудно найти какой-то момент. Зачастую мы делали больше, чем могли. В ближайших планах у Сергея Ироченко отдохнуть и побыть с семьей. О том, будет ли он продолжать политическую карьеру, бывший губернатор обещал сообщить позже. Галина Тернева, Николай Крупченко, Середина земли, Иркутская область. Не поделили дорогу в Иркутский автобус, пробил вагон трамвая. Автобус такой силой врезался в транспортное средство, что последнее чуть не разорвало пополам. В результате ДТП пострадали три женщины. Полиция еще уточняет обстоятельства происшествия. Подробности прямо сейчас. Кадры оперативной съемки с места аварии. Около 7 часов утра на пересечении улиц Декабрьских событий Фридриха Энгельса служебный автобус на полном ходу врезался в трамвай третьего маршрута. Удар был такой силы, что вагон, сойдя с рельсов, едва не развалился надвое. В салоне в это время находилось 15 человек. Кондуктор и две пассажирки получили сотрясение и ушибы. Пострадавших женщин доставили в больницу. По предварительной версии водитель автобуса не уступил дорогу, проехав на запрещающий сигнал светофора. Водитель автобуса двигался один, в салоне не было пассажиров. Со слов водителя ему стало плохо и он допустил столкновение. Данная информация будет проверена и принято правовое решение. Поврежденный трамвай, перегородивший дорогу, стал причиной многочасовой утренней пробки. Чтобы его убрать, понадобились кран и спецвагон. После того, как тормоза будут опущены, трамвай самостоятельно уже не сдвинется. По словам специалистов, повреждена вся платформа, вагон ремонту не подлежит. То есть, что трамвай, что автомобиль, вот существует рама. Вот я покажу ее. Загнула просто рама, удар был. Очень хороший. Тройка ходит по кольцу, Волжская, Центральный рынок, Волжская. И является одним из самых востребованных городских трамвайных маршрутов. При этом на линии только шесть машин. Утрат одной – существенная потеря. Эту проблему не решать никак. Проблема просто у нас будет. У нас будет меньше резерва для того, чтобы заменить в случае выхода из строя, работающего на линии, замены будет меньше. То есть, у нас, возможно, возрастут непроизводительные потери. Потеря мало что существенная, но еще и сейчас, по крайней мере, невосполнимая. Новый вагон стоит 24 миллиона рублей. Это первое серьезное ДТП с участием трамвая в областном центре за последние 10 лет. Евгения Волосюк, Мария Кириллова, Константин Синицын. Средина земли, Иркутская область. В Забайкальском селе Захарова золотодобытчики бесплатно взялись за ремонт колокольни в церкви, которая после предыдущих подрядчиков оказалась непригодной. Наша коллега из Читы Яна Иршова расскажет подробности. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Золотодобывающая артель занималась вопросами отливки и доставки колоколов в село Захарова. Для креста Воздвиженской церкви. Золотари свое слово сдержали и колокола из Воронежской области были доставлены в село. Но установить их, как планировалось, в августе не удалось. Не позволило состояние колокольни, плохо отремонтированной прежним подрядчикам. Поэтому золотодобытчики взялись исправить ситуацию сами. А теперь к другим темам. Забайкальский край впервые вошел в список участия в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма в России до 2018 года. О том, какие проекты планируют реализовать в регионе, расскажет Марина Герасимова. В список перспективных для инвестиций попали сразу пять проектов Забайкальского края. Ивано-Рахлейский кластер, русская деревня в Краснокаменске, восточные ворота России, Забайкальск-Манчжурия, музей под открытым небом Чита Чингисхан и Нерчинск исторический. Именно наш регион представил самое большое количество проектов. Один проект, Ивано-Рахлейский автотуристский кластер, уже попал в проект постановления правительства Российской Федерации для софинансирования с федерального бюджета. В 2017 году с общим объемом инвестиций в 1,4 миллиарда рублей, из которых порядка 1 миллиарда с небольшим, это должны быть вне бюджетные вложения. Для частных инвесторов, туроператоров и бизнеса нашего порядка 450 миллионов рублей должно быть профинансировано с федерального бюджета и 64 миллиона с бюджета Забайкальского края, бюджета муниципальных районов. По проекту Ивано-Рахлейского кластера работы уже ведутся. В 2016 году должно быть завершено подписание договоров с инвесторами. На озерах планируется создать особую зону отдыха и резиденцию Деда Мороза. Что касается остальных проектов, в целевую программу они будут попадать в порядке очереди. В одном из забайкальских городов с богатым историческим наследием Нерчинске сейчас ведется реставрация зданий. Кстати, в августе город отметил свой 362-й день рождения. По проекту туристический кластер здесь охватит не только Нерчинск, но и села, Калинино, Знаменку и Санаторий Ургучан. Я лично считаю, что в Нерчинске должен побывать каждый школьник, потому что там очень много интереснейших исторических объектов, очень красивых сегодня. Идет реконструкция всех этих красивых дворцов Бутина, гостиных рядов там и так далее. Идет строительство очень хорошей дороги асфальтированной. Можно организовать и речной туризм, и этнографический туризм, и сельский туризм вокруг города Нерчинск. Свою роль в вопросе развития туризма, по словам Баира Галсанова, уже играет и проект «Великий чайный путь», который проходит через Китай, Читу, Улан-Удэ, Иркутск. Первый поезд проследовал по маршруту в августе. На следующий год в планах не только проехать через Читу, но и сделать остановки в наиболее популярных зонах края. Большие надежды также возложены и на санатории Забайкалья, которые могут быть интересны для туристов из Китая и Монголии. Марина Герасимова, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. Тренировки по бразильской системе с жестким погружением в реалии. Так готовят читинских спортсменов по картингу к соревнованиям. Накануне на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошел очередной турнир на Кубок Читы в личном зачете, а также первый этап командного первенства Сибири. На этот раз читинцы соревновались с гостями из Ангарска. Демократичный вид спорта, в котором нет ограничений по возрасту, так считает главный судья соревнований Алексей Романюк. Самому младшему участнику турнира может быть 7 лет, а самому старшему 43 года, но и это еще не предел. На чемпионате России были спортсмены, которым исполнилось 60 лет. Как правило, водители такой категории соревнуются друг с другом в классе свободной. По характеристикам машины у всех разные. Главное не машина, а сам водитель. Ну, если машина, то получше двигатель. Хороший двигатель, да? А у твоего карта хороший двигатель? Ну, каких-то качествов, да, каких-то нет. А какая мощность у него, знаешь? 50 кубов. Вписаться в поворот, не сбить фишки и аккуратно обойти соперника. Это удается как участникам класса Супер Мини, так и участникам класса Ракет 120. Как видим, картинги у них действительно реактивные. Того и гляди, как бы не снесло. В каждом заезде по 8-12 человек. Количество кругов распределяется, опять же, в зависимости от групп, по которым распределены спортсмены и составляет от 8 до 18 кругов. Протяженность трассы 600 метров. За кого болеете? За внука. За внука? Он намного занимается картинком? Нет, нет, но тем не менее он уже в Братске ездил на соревнованиях. Но вы одобряете, да, занятие таким опасным видом? Да еще как, но страшно. На протяжении всего турнира не случилось ни одной поломки. Карты шли ровно, как корабли по волнам. И, по словам судей, ошибки на трассе случались лишь по вине самих водителей. Покрытие готовилось к приезду президента. Но тут получилось так, что и мы под это попали. Хочется, конечно, в связи с этим выразить благодарность нашей администрации. Администрация ГОЯДА Читы в связи с тем, что покрытие восстановили, что конкретно клумбы сделали для нас, чтобы наши спортсмены могли соревноваться, чтобы условия были безопасными. Команда из Ангарска оказалась сильнее Читинской по техническому оснащению и подготовке в целом. Их спортсмены прошли все этапы чемпионата Сибири. Сказывается тот факт, что ангарских картингистов финансируют лучше. Как результат, первые четыре места в четырех классах достались именно им. Тем не менее, и забайкальский спортсмен Денис Дударев прославился. Он стал чемпионом в классе «Свободный» и показал лучшее контрольное время круга – 29,9 секунды. Таковы результаты турнира. Второй этап первенства Сибири должен пройти в Чите 17 октября. Яна Ершова, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. В этом году монгольский цирк отмечает свое 70-летие. В рамках знаменательной даты с 12 по 18 октября в Улан-Баторе состоится международный фестиваль циркового искусства. С подробностями наша коллега из Монголии Пуревдор Шердененям. Здравствуйте, коллега. Проведение данного фестиваля направлено на сохранение культурного разнообразия, повышение эстетического уровня зрителей и возможности познакомить зрителей с новыми, современными направлениями циркового искусства. В фестивале примут участие цирковые коллективы из Монголии, внутренней Монголии, Японии, России, в том числе из Бурятии, Якутии, Швейцарии, Вьетнама. Ну а сейчас о самых интересных новостях столицы Монголии вам расскажут мои коллеги. Я, Пурдуши Даныням, сэмбэцхану. Для того, чтобы успешно пережить зиму скотоводческой отрасли Монголии, опытные скотоводы советуют усилить питание скота, чтобы животные смогли накопить достаточную толщину жирового слоя. На прошлой неделе Министерство продовольствия и сельского хозяйства организовали встречу на тему «Послушаем опытных скотоводов». Подробности далее. Скотоводы из 21 аймака в Монголии обсудили основные проблемы содержания животных. Среди участников обсуждения – именитые скотоводы, герои труда, заслуженные лучшие скотоводы своего региона и аймаков. Инициаторами акции выступили Министерство продовольствия и сельского хозяйства, Министерство труда, ветеринарная и селекционная служба, региональная администрация пастбищных земель. Мы будем постоянно поддерживать скотоводов. В последнее время поступает много жалоб от них по поводу снижения стоимости мяса, поэтому постараемся их поддержать с повышением объема экспорта мяса. Лучший скотовод страны, скотовод шестого участка Аймака Гофсюмбер, Балдансурен, у которого насчитывается более 1600 голов скота, отметил, что каждый год в год обезьяны происходит бескормиться скота. Поэтому, чтобы преодолеть нынешнюю зиму без потерь, нужно готовиться уже с лета. В частности, очень важно, чтобы скот набрал достаточную прослойку жира и заготовить необходимый объем сены и кормовых. «Хочу посоветовать молодым скотоводам, к зиме нужно готовиться с самого начала лета и обеспечивать скоту достаточную кормовую базу». Кроме этого, на встрече более опытные скотоводы поделились опытом с молодыми коллегами, дали советы по вопросам организации пастбища, обсудили актуальные вопросы, договорились выпустить тематическую брошюру с рекомендациями и советами в отрасли разведения корма скота, обсудили ряд вопросов по реализации государственной политики в сельскохозяйственной отрасли и о реализации в сельской местности. У творческо развитого человека более широкий спектр восприятия мира. Если с детства человек изучал искусство, то такой личности – высокий умственный потенциал. Так утверждают ученые. В средних общеобразовательных школах Монголии стартовала программа по предоставлению образования по изобразительному искусству. Об этом прямо сейчас. Программа по предоставлению образования по изобразительному искусству стартовала одновременно в 17-ти общеобразовательных школах. Наша съемочная группа побывала в школьном комплексе Иридуй, где также наравне с другими школами реализуется данная программа. В рамках программы представитель отрасли изобразительного искусства в лице художника Тумы Жаргала отвечал на вопрос учеников, рассказывал об методике изобразительного искусства. «Искусство помогает открыться человеку, стать более свободным и открыто излагать свои мысли другому человеку. Некоторые выражают свои недосказанные мысли или свои чувства через рисунки. Когда человек рисует, он чувствует себя счастливым». Изобразительное искусство помогает расширить творческое восприятие, помогает в самовыражении. Тумы Жаргал начал рисовать с шести лет. После окончания школы продолжил учебу в художественной школе. На сегодня он занимается свободным творчеством в качестве свободного художника. Он участвует во всех выставках, которые проходят не только в Монголии, но и за рубежом. Занятия любым видом творчества с детства, такие как рисование, пение и другие, помогают в дальнейшем стать творчески развитым человеком и обогатить внутренний мир. «Искусство воспитывает человека, поэтому важно с малых лет, перебывать детям, эстетическое воспитание. Это не означает, что каждый должен стать художником или певцом. Дети должны во время учебы в школе получить общее понятие об искусстве, тогда и его отношение к себе и своей семье поменяются в ещё лучшую сторону». Программа по предоставлению образования по изобразительному искусству реализуется в рамках общественного мероприятия, которое инициировано столичным управлением туризма и берёт начало с 2009 года. «В этом году все художественные галереи города Улан-Батра одновременно открывают в своих выставочных залах новую выставку. В рамках данного мероприятия на центральных банерах города будут размещены лучшие представители отрасли искусства за 2014-2015 годы». Цель мероприятия – популяризировать для широкой аудитории искусство во всех видах его проявления. В рамках этого планируют провести различные культурные мероприятия, в частности лекции по темам «Современное направление изобразительного искусства, изобразительное искусство и кино». Вскоре перед площадкой Государственного драмтеатра пройдёт мероприятие «Открытое творчество». Шижир Энхбелек, Серегины землей, Монголия. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Но сейчас передаём слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги, в студии Игорь Злотников. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Праздник Луны, который также называют «днём середины осени» или «Джунтьюдзе», считается одним из главных традиционных китайских праздников. Он приходится на 15-й день 8-го месяца по китайскому лунному календарю. Самые главные обряды в этот день – любоваться красотой Луны и есть юэбин – лунный пряник. Остальные обычаи празднования в разных регионах Китая могут отличаться, но все они отражают мечту людей о прекрасном будущем. Это музей древних колоколов в храме Даджун в Пекине. Он единственный в своём роде в Китае. Здесь находится гигантский буддийский колокол, отлитый в 15-м веке, а также более 700 самых древних музыкальных инструментов из бронзы, железа и нефрита. В честь праздника сотрудники музея подготовили концерт «Колокольный звук». «Для китайцев праздник Луны – это один из самых важных традиционных праздников, поэтому мы приехали сюда, чтобы дети почувствовали его атмосферу и больше узнали о нашей культуре». «Я думаю, что сейчас людям нужно найти какую-то гармонию в душе, ведь современная жизнь слишком суетлива. Древняя культура – это именно то, что нам нужно». Сегодня вечером, согласно традиции, китайцы будут любоваться полной луной и угощаться лунными пряниками. В городе Гойлин, Гуанси-Джуанского автономного района, школьники сделали тысячу разноцветных фонариков из рисовой бумаги, на которых написали пожелания для всех людей. Развешенные на центральной улице, они дарят собравшимся праздничное настроение. А взрослые подготовили театрализованное представление о том, как Чжу Цюнцзе отмечали в Китае тысячу лет назад. «Без сомнения, это наследие нашей традиционной культуры. У нас, так же, как и у наших предков, есть одно общее желание – счастливая жизнь. Праздник Луны объединяет семьи, делает людей счастливее». «Я очень рад видеть, что так много простых жителей проявили интерес к нашему мероприятию. Наша цель в том, чтобы дать почувствовать всем, и пожилым людям, и молодому поколению, что это романтический праздник». Ни один китайский праздник не может обойтись без вкусных угощений. Кроме лунных пряников, в провинции Цзянцу, например, готовят крабов. Традиции по их отлову здесь передаются из поколения в поколение. А в провинции Сычуань в день середины осени принято есть липкий торт, который делают традиционным способом из клейкого риса. Китайские предприниматели запустили в Благовещенске систему общественного велопроката. В городе официально открылись 12 пунктов, где можно взять на прокат велосипед. Оплачивать услугу горожане будут специальной картой, которая действует еще в 120 городах Китая. С подробностями мои коллеги. «Яркие, быстрые, современные. 250 новеньких велосипедов готовы к прогулке. В Благовещенске официально заработала система общественного велопроката. 12 пунктов пока в тестовом режиме открыли китайские предприниматели». В следующем году мы планируем расширять сервис. Появится уже минимум 50 велопарковок. В будущем их число может увеличиться до 100, а количество самих велосипедов – до 2,5 тысяч. Парковки будут располагаться в разных районах города. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобрести специальную магнитную карту. Полчаса прогулки обойдутся в 10 рублей. Система оплаты полностью автоматизирована. Взять и вернуть велосипед можно в любом пункте проката. Если транспортное средство будет утеряно, с карты спишут депозит. Настя Дмитриева стала первой покупательницей карты. «Я очень часто езжу в Хэхэ. Там впервые я попробовала общественный велотранспорт. Мне очень понравилось. А сейчас в городе Благовещенске тоже открылась такая услуга велотранспорта. Мне очень удобно, что я могу пользоваться этой услугой и в Хэхэ, и в Благовещенске. Вот поэтому это приятно». Карта, купленная в Благовещенске, действует ещё в 120 городах Китая, где есть аналогичные пункты велопроката, в том числе в Пекине и на курорте в Санье. «Я часто приезжаю в Благовещенск в командировку. Мне будет очень удобно пользоваться здесь общественными велосипедами, ведь у меня уже есть карта в Хэхэ». Кстати, сама идея создания пунктов общественного велопроката в Благовещенске появилась после того, как представители городской администрации побывали в Хэхэ. В мае этого года был подписан договор с китайской компанией о реализации проекта. «Первое – это экологически чистый транспорт, второе – это для здоровья, и третье – это будет удобно передвигаться для жителей города и студентов города по городу Благовещенску». Городские чиновники первыми протестировали новый общественный транспорт. Оценка – отлично. Юлия Куц, Шэньсинь, СиСиТиВи. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Компания «Титан» празднует свой 20-летний юбилей, в честь которого 20 счастливчиков получат сертификаты на годовой запас продуктов. Пробуй удачу на вкус, покупай и выигрывай вместе с «Титаном». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова